А где шапку? Куда дел-то? А куда рюкзак бросил? Пятиминутную готовность к испытаниям на право ношения шеврона патриотического клуба «Росичи» мамы и бабушки маленьких спецназовцев используют с пользой. Кто-то успевает одеть на бойца шапку, другие вытирают нос. На подобную заботу со стороны болельщиков, воспитанников клуба, организаторы смотрят спокойно, лишь бы не вмешивались в сам процесс сдачи экзаменов. В этом году его сдают 130 мальчиков и девочек, возраст от 5 до 26 лет. Здесь воспитанники сдают норматив по потягиванию. Для старших норматив 26 раз, для младших 6. Восьмилетняя Вика Молчанова, отличница клуба, только что установила новый рекорд среди сверстников. Признается, здесь оказалось не случайно. Потому что у нас в классе есть мальчик, который всех бьет. И ты что хочешь? Я хочу, чтобы я защищала весь класс. Сколько раз подтянулось? 26. За дочку сегодня болеет ее мама Татьяна Молчанова. Рассказывает, Вика очень активный ребенок. Пробовали привить любовь к музыке и рисованию. Однако девочка выбрала единоборство. Она стала дисциплинированная, ответственная, более выносливая. Все положительные только качества. Следующий этап – рукопашный бой. Тут главное правильно выполнить все приемы. Прыжки, удары ногами, руками, блоки. После – бег на короткие дистанции. В Центре специальной физической подготовки и выживания «Росичи» прошли обучение несколько тысяч подростков. В роли инструкторов – ветераны разведки и спецназа. Это все наполняет душу уверенностью. Уверенностью не то, что в завтрашнем дне, а уверенностью быть в команде. То есть все мероприятия поставлены именно на команду образования. Потому что воспитанием детей, особенно мальчиков, конечно же, должны заниматься мужчины. Да, это пригодится. Во-первых, это военная подготовка. Я еще сам не служил в армии, мне все 18 лет. В моих планах попасть в хорошую спецчасть – это спецназ, ВДВ, разведка. В завершении самое сложное – марш-бросок. Для малышей один километр, старшие бегут пять. Но и с этими испытаниями участники справились на отлично. Завершились экзамены долгожданным вручением шевронов клуба. А это значит, что носить форму с нашивкой клуба эти ребята будут с гордостью и честью. Владимир Пеханов, Константин Синицын. Новости сейчас.